Маленький зал заседания Загорянской администрации не смог вместить всех желающих послушать доклад. Жители стояли даже в коридоре. Ольга Решетина рассказала вполне успешно и с ее точки зрения о работе администрации упомянула и о проблемах. После 40-минутного доклада по регламенту было отведено полчаса на вопросы депутатов и столько же на вопросы жителей. Как мы знаем, проверка общественной палаты Северного района установлена, что ответы к согласным лицам даются промежуточные, без последующих ответов после реализации обращения к проблемам, вопросам даются формальные ответы. Местные жители со многими положениями доклада были не согласны. Основные претензии граждан к работе администрации – плохое состояние дорог, несвоевременный вывоз мусора и отсутствие контакта с населением. Вы ни одной проблемы, из-за которой мы сюда пришли, вы ни одной проблемы не раскрыли. Ни одной. Доклад вообще какой-то невразумительный был. Вроде как нам одолжение. Да что это такое вообще? В итоге депутаты единогласно признали работу руководителя Загорянской администрации за прошлый год неудовлетворительной. Общественная палата в свою очередь проделала титанический труд и по результатам общественных проверок, проведения общественных слушаний направила документ, который состоит из 288 страниц на имя губернатора Московской области, на имя руководителя Щелковского муниципального района. И вот как сегодня депутаты при принятии решения руководствовались семью принципами губернатора Московской области. И основными из них – это житель всегда прав и открытая доступная власть. Жители, которые сегодня пришли на заседание Совета депутатов, которые до этого проводили публичные слушания по оценке деятельности руководителя администрации, администрации городского поселения Загорянский, практически почти единодушны в своем мнении, что администрация работает неэффективно, она не решает те вопросы, которые предназначены для решения в городском поселении Загорянский. И поэтому такая оценка депутатов – это, скорее всего, воля заявления жителей и выражения воли жителей-избирателей. После перерыва депутаты приступили ко второму вопросу повестки дня – обращение к руководителю администрации городского поселения Загорянский о расторжении заключенного с ней контракта по соглашению сторон. Хотелось бы сейчас сразу внести такое пояснение о том, что принятое решение по первому вопросу не имеет правовых последствий в плане отставки руководителя, поскольку неудовлетворительная оценка работы не влечет за собой отставку. Решать этот вопрос стали тайным голосованием. Выбрали счетную комиссию, напечатали бюллетени и единогласно проголосовали за обращение, согласно которому Ольга Решетина до 24 мая должна дать свой ответ. В случае либо отрицательного ответа со стороны руководителя администрации, либо неполучения такого ответа в срок, указанный депутатами, депутаты обязывают главу городского поселения Загорянский обратиться в суд о расторжении контракта с руководителем администрации. Ну то есть решение, которое продиктовано предыдущим решением о неудовлетворительной оценке деятельности руководителя администрации, администрации в целом. Надеемся, что в самое ближайшее время, либо добровольно, либо по решению суда, действующий руководитель администрации будет отстранен от своей должности, будет объявлен новый конкурс и на Загорянскую землю придет достойный руководитель, который возглавит исполнительную власть. Сергей Дадыков, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.